привет мой дорогой сыночек привет дорогой олен художник бывший пограничных психолог мастер такой специалист вообще потрясающий шейли наши привет и гретки наши привет моему правнуку хасайчику привет и моему правнуку максимке привет послушай меня меня теперь можешь называть не просто хасай лив это я в шутку сейчас скажу хасай лив ромашкин почему знаешь потому что я посмотри ромашку видишь ромашку вас вообще не видно хасай магадмедович у вас тут стоит заставка где вы в красной футболке да это фотография это фото вот вот оно а вот теперь я вас вижу хасай магадмедович давайте сначала всем привет я понял а теперь я говорю теперь шутку ради я тебе скажу что меня теперь зовут не хасай лив шутки ради юмор а хасай лив ромашкин можешь так один раз меня назвать и для юмора послушай меня внимательно видишь там ромашку вон она там ну конечно вижу я ромашку я знаю вообще всем ромашки пишите как знак светлого будущего как солнышко как подсолнух ван гога как ромашка это такой вот символ а теперь я до романа газета видишь ромашку конечно еще не знаешь какую ромашку я тебе покажу посмотри какая-то романа газета он сам холст выбрал именно этого размера поэтому я именно этого размера сделал ромашку ну вот и здорово подожди 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 только не удивляйся да красота этот размер выбрал у нас острицов игорь николаевич привет ему большой-большой да обязательно теперь слушай меня дальше я теперь уже разошелся до такой степени что я вдруг как говорится поскольку мне хвалили хвалили там поэтому у меня крылья выросли я начал писать на таком холст ромашку потому что она еще не сделанная поэтому я всех сейчас прошу коментах к этому ролику чтобы что добавить что убавить написали мы же формате может быть сейчас коллективным разумом и так да на это знаешь как у художников художник хасай али в период ромашки период период ромашки да а вот это я хочу с тобой посоветоваться вот или видишь мне там в комментах я жду чтобы написали еще потому что она в материнском счастье она с малышом руки я сделал при этом мне там писали чтобы если малыша я сделаю светящимся этого достаточно а кто-то писал что лучше все-таки улыбочку у малыша сделать глазки сделать так что ты тоже мне скажи дорогой мой художник художник давай скажи как мне и закончить эту карту мне кажется это великая картина как икона картина великая но как закончить ее я пока не знаю вот в коллективном разуме вам кто-то посоветует одно кто-то другое вот конце концов и сложится ну да я взвешу приму решение как бы на суши я не знаю я все-таки думаю ты много там работаешь предлагаю чтобы тебя посмотрели сейчас сразу скажи где и поэтому я не знаю ты много работаешь внимательно ли ты посмотрел эту мою картинку ну конечно внимательно было ли у тебя все время рассмотреть сейчас подожди наша семья такая работящая прямо династия такая смотри как она играет ну шикарная вещь только не трогайте ее пожалуйста больше хорошо ну видно мне там кто-то написал предыдущей версии что у нее смычок как волшебная палочка сверху свет и под рукой свет очень правильно написали спасибо им за комментарий такой очень тот свет свет это свет да вот не трогайте у нас уже 205 тысяч пятьсот только на youtube канале только на youtube канале почему то некоторые люди они не понимают что надо кнопку нажать чтобы подписаться чтобы наша школа поднималась развивалась да еще кнопку нажать чтобы лайк был чтобы опять же была активность активность да но такие законы у ютуба кстати хасай магомедович я хотел обратить внимание ваше что последнее время вопросы приходят от подписчиков наших ориентированы на ресурс то есть слово ресурс и понимание слова ресурс и вопросы а как включить ресурс но ведь это это важный момент на сегодня раньше так часто мне не задавали этот вопрос и по этому поводу мы не говорили именно конкретно про ресурс так получается что большом понимании людей ресурс надо уметь включить а дело то в том что его сначала надо иметь а потом его уметь включить если его нету ресурса и меньше включить и речь идет о том что сейчас я провожу с уклоном на восстановление нервной системы укрепление нервной системы это и есть ресурс это подзарядка нашей батарейки а вторая часть уже правильно как его использовать особенно в стрессовых предстрессовых и вообще жизненных ситуациях слушай ты имеешь ввиду как человеку имеет ресурс он его не имеет имеется ввиду если он истощен если он не спал есть конечно если у него висящая проблема все время над ней думать и не может какие-то другие вопросы это я имею ввиду многим людям кажется они услышали выражение включить ресурс где-то и спрашивают у меня как включить ресурс например с помощью ключа но я им расшифровываю оказалось что не все понимают что чтобы включить ресурс нужно его иметь сначала а это крепость нервной системы подзарядка батарейки нашей а потом уже уметь его включать максимально правильный момент направлении но правильно решить какую-то задачу первую очередь сброс стресса напряжение тревожности восстановление на этом фоне восстановление на чтобы набиралась энергия вот этот ресурс чтобы он набирался высыпание в первую очередь а то венозный отток налаживать нужно да и вот тогда он формируется накапливается в то время как за долгое время до этого человек истощался и он его тратил тратил и не до восстанавливался а когда вот мы его накопим на фоне разгрузки перезагрузки создадим себе мозговой санаторий каждый день будем в этих состояниях больше больше получать энергии этого ресурса он накопится и вот тогда мы уже начинаем как его включить и применить это уже получается вторая часть мне очень приятно то что ты говоришь прямо в тему потому что именно книга которая сейчас выпустила амри тарусь наташи кузьминой о методе ключ там это был такой момент как и конечно касается а вот я тебе еще похвалю что амри тарусь выпустила еще мою книжку она называется быстрое восстановление то что ты сейчас говоришь быстро восстановление здоровья вот она и самое интересное и амри тарусь выпустила еще вот эту мою книжку для для силы для успеха то есть речь идет о вас и не чтобы ресурс был восстановлен и потом более рациональная и оптимального использую я считаю что надо вебинар такой сделать давай сделаем такой вебинар давай сделаем такой вебинар надо придумать название как будет мы еще с наташей кузьминой посоветуемся я и напишу она сейчас у острицова там интервью делать язык туда вот мы переписываемся я тебе хочу сказать что этот вебинар именно может стать неожиданно ключевым сегодня для всех потому что уже очень много людей истощены и замучены потом скоро же сейчас кончается лето начинается август сентябрь и грозят выключить youtube как люди будут между собой общаться вот ведь человек их самое главное лекарство человеческое общение ну давай давай сделаем этот вебинар ты готов наша кредо всегда ну давай позвонишь или тоже может она найдет время и грядки может все вместе сделаем суши я вообще хотела знаешь что сделать помнишь я говорил о том что у нас есть семейные секреты и есть слушай ну не хочу сейчас а то опять сейчас ну не хотите так и не надо нет не надо не для всех не хочу а я для всех хочу но не хочу сразу тут всякие шпионы бывают слушай я тебе правду скажу ну берут просто вот некоторые вещи из разных стран мира не всегда что я могу проконтролировать кто взял и как использовать там да каких целей непонятно там или еще чего-то непонятно вот папа и поэтому я пока это я пока сдерживаю но надо нам тайное совещание провести сначала потому что там такое такое прямо ядерное мы проведем условно говоря да потому что там есть новое открытие которой я никогда не говорил но я же папа я должен в первую очередь детьми поделиться и мы должны обсудить как наша династия у нас фамильные есть моменты и потом потихоньку выпускать по капельке сумму сумму потому что там такое вещи например я смотрел сейчас как четыре года назад я считаю великий психолог гроф 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 который забрел холотропное дыхание в МГУ в МГУ делал там доклад его пригласили он теперь почетный профессор МГУ тоже такой умница такой умница но он придумал это холотропное дыхание там четыре часа лежат это группа на полу и они дышат интенсивно в таком ритме потом в другом ритме в конце концов они летают там в такой легкости парение ну речь многие болезни и так далее тоже восстановление происходит так проблема это в том то что мы можем это делать за полторы минуты и не надо четыре часа лежать на полу вот в этом суть понимаешь то есть у нас есть некоторые вещи которые мы как бы из-за шаблонов мышления людей которые вот в школе нас не учат таким вещам я все-таки тебе хочу сказать я сейчас буду настаивать звонить Анатолию Петровичу Матвееву профессора который выпустил по физкультуре 10-11 класс где там наш метод саморегуляции ключ а секрогимнастика я буду ему звонить и предлагать ему добавить там несколько абзацев чтобы добавить туда капельку вот самого современного момента которого в мире пока никто не знает вот это я хочу сделать чтобы в школе уже этому на уроке физкультуре давали чтобы наши дети были более здоровы и счастливы чтобы они не получали те проблемы в которых мы находимся мы все время теряемся в условиях неопределенности поэтому нами всеми легко манипулировать сейчас опять будут говорить про ковиды опять будем носить маски опять будут говорить ну легко люди реагируют потому что в школе нас учили по шаблону повторяй пока не получится в директивной форме повторяй не мать учения а нас не учили мыслить своей головой а то чем мы занимаемся это как раз и кишковый человек видишь как я говорю у меня сплошной поток речи видишь потому что на душе наболело поэтому я тебе высказываю это все чтобы надо всем объединиться сейчас получить новейшие нейротехнологии вот удивительное дело даже ученые не могут между собой объединиться я вот нашего Федора Макарова попросил напиши Константину Анохину академику который внук Анохина великого который написал теорию функциональных систем напиши письмо что я хочу с ним переговорить Федор написал письмо по моей просьбе написал о том что у меня новая модель работы мозга что она испытана после терактов помогла людям и в Каспийске в Кизнарии в Беслане и по этой модели мозга мы Марс 500 готовили что она такая работающая что никакая другая модель не помогла из острого стресса когда люди психологов не слышат выводить людей а мы выводили детей и взрослых и мы с тобой летали и когда подводную лодку курс военный персонал готовили и в Каспийске мы с тобой работали ну ты представляешь он написал в этом мое письмо передал а в ответе ну наверное не он конечно я не думаю что он лично написал наверное администрация института написала он там же директор института по исследованию мозга там написано спасибо вам большое желаем вам успехов но тематика нашего института не соответствует вашим исследованиям я Федя попросил напиши еще раз только напиши уважаемые товарищи пожалуйста читая передайте академику Анахину письмо доктора Хасариева прочитав ты представляешь что творится в мире что мы не можем друг другом общаться потому что сидит какой-то пентюх получил письмо не глядя пишет что это та-та-та-та-та и все Анахин об этом не знает и никто не знает но вот это называется как это самое ну ладно людей разобщает интернет не только соединяет я почему всю эту историю рассказал может кто-то до него достучиться ему так намекнет Анахин академик мозгом занимаешься есть технологии и модель работы мозга которая помогала практически из кризисных ситуаций детей и взрослых выводить обратите пожалуйста на это внимание то же самое черниговская ей чтобы намекнули но никто не доступен они привыкли по телевизору они привыкли по интернету выступать я помню как они у Далай-Ламы там встречались не хочу про это говорить ничего от России кроме того что в России мы занимаемся науками ничего не было сказано можно было Далай-Ламе сказать что у нас есть то чего в мире нет очень я так немножко волнуюсь по этому поводу потому что время уходит сейчас наступил Олен, ты что заснул уже да? нет пока я слушаю ладно ладно давай короче я попрошу Наташу Кузьмину чтобы она помогла нам оформить объявление что мы сделаем ресурсный вебинар где взять ресурсы как правильно их использовать в желаемом направлении чтобы энергию напряжения стресса использовать как трамплинг для решения ранее невешаемых вопросов писать такие шедевры и я тебя жду в следующий раз чтобы ты показал свои картины между прочим книжку свою покажи которую тогда издавали для детей давай всем привет всего хорошего до вебинара до вебинара давай вы нажмите на кнопочки Хасай Магомедович на новые кнопочки которые надо не забыть нажать ну я то нажму ты тоже нажми и пусть скажешь мне это что нажимать мы должны нажать а то у нас это самое про вебинар никто не узнает ну да да давайте друзья делитесь делитесь нажимайте ставьте лайки лайки ставьте принято сейчас даже политики какие-то там мы то не политический канал мы помогаем всем и всякому в любых странах у нас в школе человек будущего хомофутура со всех стран мира получают помощь самое главное острую помощь мы за полтора-два вот буквально вот так вот звонит кто то говорит у меня стресс не знаю как жить за полтора-две минуты мы помогаем даже не расспрашивая что за причины потому что новые технологии да вот я хочу сказать на завершение да вернее спросить или как ты думаешь нам сколько времени нужно чтобы подготовиться ну мы давай я уже готов это от вас все зависит во-первых ты картину подготовь покажем в объявлении во-вторых слушай ты покажешь этот свой прием потрясающе когда вот напряжение возникает голову вот так вот делать несколько раз все покажу и кулаку нажимать и потом отключиться да и такая облегченность да я покажу давай обнимаю давай я сейчас буду здесь у вас